Сегодня у нас планерка посвящена первой неделе девятого каталога. Расскажу про акции, расскажу про итоги восьмого каталога и расскажу про то, как растет наша команда. Все как обычно. Информация будет в принципе всегда одна и та же, но в конце мы еще с вами познакомимся с нашими новичками. Значит, по поводу восьмого каталога. Очень рада, что очень много новых уровней. Правда, у меня что-то как-то на слайде все сбилось, у меня было по порядку. Но ничего страшного. Значит, у нас Анисимова Евгения стала консультантом 6%, Екатерина Шелик стала консультантом 3%, Солетаева Зуля у нас стала менеджером 12%, Чеснокова Илина стала менеджером 9%, Ильичева Анастасия стала консультантом 6%, Туда Николай у нас стала консультантом 3%, Земцов Дмитрий у нас стала консультантом 3%, Юлия Яшина стала консультантом 6%, Абакумова Анна стала консультантом 6%, Дебольштейн, Екатерина и Андрей работают, значит, семейная пара, стали, значит, консультантами 6%. Жаркова Ольга стала консультантом 3%, Шипова Екатерина. Ребята, если я фамилии коверкаю или ударение неправильно ставлю, исправляйтесь сразу. Значит, Шипова Екатерина консультантом 3%, и Вахрушев Дмитриевна стал консультантом 3%. Если я кого-то не назвала, обязательно поправьте меня, напишите в чате про меня, забыла, да, и напишите, какое звание вы достигли. Я сделала выписку только тех ребят, которых я знаю лично. Да, вот смотрю, значит, и друг друга поздравляют. Да, ребят, вы очень большие молодцы. На самом деле, как закрылся каталог, я очень рада. Каталог был действительно очень удачный. И работа была проделана колоссальная, да, как по уровню рекрутирования, так и по уровню сопровождения. Дальше. Что у нас на сегодняшний день? На сегодняшний день у нас работа в два раза хуже, если сравнивать с 8 каталогом первой недели. Значит, на первой неделе 8 каталога у нас было порядка, было стартеров порядка 240 консультантов. Да, я везде записи пишу, сколько было, сколько стало. Да, на сегодняшний день у нас, вот даже на сегодняшний час, у нас стартеров по команде всего 91 человек. То есть если сравнивать с прошлым каталогом, мы видим, что ситуация в два раза хуже. Рекуртов, посмотрите на количество рекуртов, всего 2 человека. Ребята, если у вас на письма люди не реагируют, я уже говорила, тогда подключайте в свою работу прозвоны. Что такое прозвоны? Для кого не секрет, что есть такая, значит, я не знаю, может быть у вас есть, да, безлимитка по России. То есть звонки по России бесплатные. Есть такой оператор, как Йота, я не знаю, есть ли он у вас, да, но может быть у вас какие-то другие есть, да, такие подобные операторы. Вот у нас, допустим, я знаю, что есть Йота, и у него все исходящие звонки по всей России бесплатные. Ну, то есть там безлимитка, платишь в месяц 300 рублей, да, и у тебя звонки все бесплатные. А если у вас не идут люди на контакт через почту, тогда подключайте вот такое вот уведомление. То есть вы звоните и спрашиваете, получил ли инструкцию, получил ли письма, там, активировал ли свой кабинет, все ли понятно, или есть что-то непонятное, да. Потому что, ой, простите, телефон всегда с нами, он всегда рядышком, да, почту мы можем не открыть, письмо может попасть в спам и так далее. Если нет такой возможности, да, я все понимаю, есть разные ситуации, но вот нет у вас возможности завести оператор, тогда подключайте Яндекс.Почту и делайте рассылку письм с уведомлением на номер телефона. То есть вы пишете письмо своему новичку, в Яндекс.Почте есть такая услуга, сделаете смс-уведомление, эта услуга бесплатная, и вашему новичку, значит, приходит сообщение, что для него на почте важное письмо. Понимаете, да, если кто-то не понимает, напишите, я вам объясню еще раз, да, или там более подробно. То есть включайте вот такое вот уведомление, потому что я смотрю, что положение с рекрутерами ужасное, да, то есть всего 2 рекрута, это вообще, это очень мало, это очень плохо, я бы сказала, да. Вообще в идеале должно быть минимум 9 рекрутов сейчас на данный момент, да, у нас же всего 2 человека. Да, конечно, Элина, можешь и про регистрацию писать с уведомлением, ну, то есть, когда пишешь там поздравление о регистрации, да, через Яндекс.Почту, ставь, там есть прям строчечка, ребят, ну, у кого есть Яндекс.Почта, там прям есть смс-уведомление, просто такая смс, ты оставляешь, только вот знаете, в чем, ребят, плохо, только одному человеку можешь написать такое письмо, ну, то есть уведомление ставится на раз, то есть не рассылка, да, как мы делаем там вскрытую копию, там по 50 ящиков, да, и рассылаем. Нет, здесь вам нужно будет каждому человеку делать индивидуальную рассылку, да, с уведомлением на телефон. Ну, я думаю, что это не составит труда, когда вы зарегистрировали новичка, ему тут же написать письмо с смс-уведомлением на телефон. Ага, так, дальше. Ну, и для новичков, которых, вот скажите, пожалуйста, у нас есть сегодня на планерке люди, которые первый раз присутствуют. Ну, новички или новички, но у которых уже давно, но на планерке они первый раз. Есть такие у нас люди? Ага, Алина. Так, Юля Степанова. О, Юля, я помню, я общалась с ней в скайпе. Алина, Алина, подскажи, пожалуйста, а кто у вас спонсор? Я видела, вы вообще были среди первых на планерке. Саня и Баева зашли. Только два человека у нас новичка на планерке. Я вот, допустим, вижу. Алина, это нормально, это вообще не беда, то есть это все решаемо. Алина, кто вас пригласил? Знаете, кто ваш спонсор? Ну, кто человек, допустим, который добавил у вас в чат, да, так скажем, или который в личку дал ссылку на эту планерку, вот имя, фамилия. Ребят, чья Алина? Ну, давайте, подключайтесь. Ну, где все? Что как сонные мухи-то? Ага, пригласила Алина, наверное, Абакумова, а может, Баева. У нас Саня-то не так уж и много, в принципе. Либо Абакумова. Ну, ладно, Алин, если что, разберемся после планерки. Я вас добавлю в скайп, и мы с вами пообщаемся, если спонсора не найдем. Итак, значит, у нас получается всего два новичка, да, Алина и Юля. Ну, я вот в чате, допустим, вижу Вадима. Я знаю, что он новичок, я точно это знаю, да. Так, и все вроде. А, вот Мельникова, Мария. Ну, ладно, ребят, если вы не такие смелые, чтобы признаться, ну, ничего страшного. Итак, ребят, значит, для всех, особенно для новичков. О, и Лена еще. Здорово. Значит, ребят, для новичков, которые первый раз на сегодняшней планерке, или вообще для людей, которые до сих пор не могут понять, чем мы здесь занимаемся. Значит, смотрите, ребят, мы все работаем на себя, да, у нас нет какого-то там дяди, который нас заправляет, да, мы все работаем на благо своего будущего, да, как мы это делаем. Значит, наша система построена на всего, всего на трех правилах, да, приглашать партнеров, посещать обучение, пользуясь продукцией. В принципе, здесь ничего сложного нету. Это на самом деле очень просто. Это то же самое, как просто бы порекомендовать своему хорошему другу, да, какую-то выгодную акцию в магазине или все что-то. Ген, этому всему обучают. Вот у нас есть вот… Вот, Ген, ты был хотя бы на одном вебинаре, который протекает у нас в 18.00? Эти вебинары, вот, в 18.00, они направлены именно на рекрутинг, да, на таких вебинарах обучают как раз, где набрать поток регистрации. Вот ты был на таком вебинаре? Присутствуешь регулярно. Если ты присутствуешь регулярно, значит, ответь мне на вопрос, где набрать поток регистрации, на каких платформах. Вот из тех вебинаров, которых ты прослушал. Ты должен был услышать Авито дальше. Авито на самом деле, ребят, это не пуп земли, да, это не центр нашей работы, да, доски дальше. Еще какие места для рекрутирования ВКонтакте дальше. Еще какие места для рекрутирования. Вот, то есть, если так перечислять, то это очень долго будет, да. Вот, видишь, ты уже сам пошел. То есть, доски объявлений, соцсети и так далее. Как это делать? Ребят, есть огромный подробный вебинар, да, огромное количество подробнейших вебинаров. Как делать? Прям поэтапно вам прям показывают, какую кнопочку нажать, что написать. Вы можете даже тексты брать с этих вебинаров, да, рабочие, то есть, те, которые люди используют. Вот буквально 23-го числа прошел, просто мне очень понравился вебинар, значит, как работать ВКонтакте. Девочка до 15% выросла только на ВКонтакте. Она рекрутировала только ВКонтакте. Она не использовала Авито, да. Вот, допустим, я выросла на Авито, мои партнеры, там, половина выросла на Авито, а вот девочка выросла ВКонтакте. Выросла она, в принципе, за короткие сроки. Да, просто здесь нужно делать, да, а уж как бы у вас не должен возникать вопрос «где», да, то есть где-то это можно понять, да. Вам нужно просто научиться, как это делать. Итак, это значит приглашать партнеров. Если вы не будете приглашать партнеров, то вы, ребят, развиваться не будете. Нам без этого никуда, никуда. Вы не то что должны, да, это в ваших интересах построить систему, построить структуру из тех людей, которые также будут работать, которые также будут покупать для себя, мыться в своем магазине, а не в чужом каком-то, да, которые также будут посещать обучение. То есть вся эта система, она, в принципе, уже налажена. Вам остается только взять эту систему и использовать, и все. Здесь, в принципе, ничего сложного нет. Вот давайте прям по пунктам, да, мы разберем вот эти правила, да. Значит, первое – приглашать людей. То есть вот нам Гена уже перечислил, да, где мы можем рекрутировать, да. Это «Одноклассники», «Контакты», то есть соцсети, да, «Авито», доска, разные доски, да, помимо «Авито», соцсети такие, как «Инстаграм», с «Инстаграма» тоже большое количество регистраций идет. Вот буквально вчера в 14.00, кстати, в 14.00 тоже у нас бывают тематические вебинары, вот как раз вчера в 14.00 прошел очень хороший вебинар, очень подробный по «Инстаграму», как рекрутировать в «Инстаграме». Все это используйте. Главное – посещайте вебинары, чтобы знать, как, что, чтобы знать последние фишки, потому что работа, она меняется постоянно, да, то есть методы работы, они обновляются постоянно. Да, Зуль, запись была. Значит, дальше. Да, Зуль, я поняла, вебинар, запись вебинара вчерашнего, который был в 14.00 по «Инстаграму», она была. Да, хорошо, ну, я, по-моему, кстати, запись кидали, но если что, я продублирую. Дальше. Проводите, ну, скайп-встречи, да, то есть не стесняйтесь общаться со своими новичками, со своими партнерами по скайпу. В этом ничего страшного нету, ничего какого-то постыдного или еще что-то, да, кто-то там стесняется или еще что-то, да. Не надо никого стесняться, это ваш бизнес, это ваша работа. Если вы будете стесняться, если вы будете не дорабатывать, то вы будете расти очень долго. А зачем вам расти долго, да? Каждый хочет быстро вырасти и получать свой заработок хороший. Дальше. Не забывайте про своих новичков, которых вы зарегистрировали. То есть рекрутинг, конечно же, да, это важная часть вашей работы, но сопровождение – это также неотъемлемая и очень важная часть вашей работы. Вот Лена молодец. То есть почему вот сопровождение – это очень важно, потому что мало просто зарегистрировать человека. Вот, допустим, Алина, да, ее зарегистрировали, и я так поняла, что она со своим спонсором мало общается. Почему? Потому что она даже не запомнила фамилию спонсора. Это плохо. То есть, значит, спонсор не так активно общается с Алиной, да. Вот, допустим, Алину я видела сегодня, когда планерку готовила, да, я ее видела в инфлисте, я видела, что у нее хороший заказ был. Значит, сейчас на планерке я увидела ее одной из первых, да, то есть она зашла вместе с Аней Баевой. То есть человек активен, да, но при этом фамилию спонсора он не знает. Это плохо. Когда вы регистрируете новичка, новичок смотрит вебинар, презентацию, то есть он решает действительно, что он хочет работать, что он хочет развиваться и расти, добавляете новичка в чат. Далее вы даже в ваших интересах дать контакт этого новичка своим вышестоящим спонсорам. Допустим, своему непосредственному спонсору, допустим, менеджеру, в чате которого вы находитесь. Если вы, допустим, знаете еще кого-то из вышестоящих менеджеров, да, то даете и ему контакт своего новичка. Для чего? Потому что если вдруг, не дай бог, с вами что-то случится, да, ну просто вот у меня такая ситуация была, что я попала в больницу, и я не могла предупредить своих новичков или своих партнеров. Я экстренно попала в больницу, то есть меня на скорую возли, да, и мои новички не остались без помощи, потому что я их познакомила с вышестоящими спонсорами, с вышестоящими менеджерами, да, и они были, в принципе, под присмотром, да, на тот момент, когда я вышла из больницы, это было через месяц. У меня новички росли, у меня новички работали, то есть они не остались без помощи. Вот для этого нужно знакомить с вышестоящими спонсорами, менеджерами и давать всем контакт. Чем больше людей знают вашего новичка, тем лучше для вас же. Ну, соответственно, и чем больше людей новичок знает, тем лучше, да. Дальше. Второе правило – это обучаться. Когда мы сюда приходим, у нас у всех разное образование, да, кто-то маляр, кто-то строитель, кто-то химик, кто-то провизор, кто-то медик и так далее. Мало кто обладает, допустим, экономическим образованием, да, или, допустим, образованием, связанным с бизнесом, да, то есть, ну, или с маркетингом, да. Мало таких очень людей, да, единицы таких людей. Для этого необходимо обучаться. Я не предлагаю вам обучаться 5-10 лет, да, и не работать. Я вам предлагаю совмещать, то есть во время работы вы обучаетесь. До сих пор, да, я, будучи старшим менеджером, я все равно обучаюсь. Я по-прежнему хожу на вебинары, я по-прежнему читаю какие-то книги, да, чтобы было саморазвитие, да, потому что без обучения и саморазвития, к сожалению, вы также не будете развиваться успехом. Почему? Потому что вы будете стоять на месте, вы не будете расти. У вас не будут новых мыслей, у вас не будет каких-то новых методов рекрутинга. Как я уже говорила, старые методы, они, к сожалению, уходят в прошлое, да, и нужно все время нарабатывать новые методы. Дальше. Присутствовать на всех вебинарах необходимо, да, и если идете на вебинар, то зовите с собой партнера своего или новичка, да, куда вы, туда и он, да, он должен за вами как хвостик. Это то же самое, что вот вы пришли на какое-то новое место работы, да, вы же, ну, как, стажируетесь, обучаетесь на это место работы, да, и человек, который вас обучает, вы ходите за ним как хвостик, да, вот здесь то же самое, то есть ведите за собой своих новичков, своих партнеров, приглашайте их на вебинары, приглашайте их на планерки, приглашайте их на созвоны, то есть везде, да, куда идете, туда и зовите своего партнера. Если у вас нет возможности посмотреть вебинар, тогда смотрим запись, на канале, то есть можно попросить эту запись у своего спонсора, можно посмотреть чаты, да, то есть выкладывают же в чаты записи вебинаров, которые прошли, особенно если вебинары очень интересные, да. Дальше, по возможности посещайте мероприятия от компаний, да, мероприятия, которые проходят в вашем городе. Учитесь ставить приоритеты, читайте правильные книги, да, особенно эти книги, которые развивают вас как личность, как лидера. Такие книги, как 10 уроков на салфетке, вот 10 уроков на салфетке, это вообще азбука нашего дела. Когда вы прочитаете эту книгу, у вас многое станет ясно, да, даже мой муж, когда вот он смеялся надо мной, а, и фигмейкой ты занимаешься, а прочитал 10 уроков, и у него стало многое, ну, на свои места, да, то есть он начал многое понимать, и, соответственно, он начал мне помогать в работе. Дальше, третье правило, я бы даже сказала, что это не правило уже, да, такой некий приятный бонус, да. Я много раз в чате вижу, когда девушки пишут, что, ой, я там жду заказ как подарок от Санта-Клауса, да, или там от Деда Мороза, да, для меня вот заказ – это каждый раз как подарок, да, или как что-то такое необычное и приятное. Вот для меня это тоже такая некая поощрительная, не знаю, процессия, да, то есть когда я заказываю заказ, я не считаю, что это я делаю, не знаю, что меня кто-то принуждает к этому или обязывает, я понимаю, зачем я это делаю, да, и для чего, и почему, и, ну, то есть система до конца ясна, и, в принципе, это все просто. Вот смотрите, даже вот объясню на каком-нибудь примере, не знаю, давайте нам, не знаю, хлебопулочной пекарне. Допустим, вот вы разбогатели, не знаю, там вам привалило счастье, выиграли в лотерею или какое-нибудь наследство вам досталось, куда-то, ну, не знаю откуда, да, и вы решили открыть хлебобулочную пекарню, да, то есть свою, там, со всеми делами, со всеми продавцами и так далее, да. Имея свой магазин свежего выпеченного хлеба, вы не пойдете к дяде покупать этот хлеб, вы будете этот хлеб покупать у себя, ну, согласитесь, имея свой бизнес, вы не будете отдавать деньги чужому дяде, вы будете эти деньги, ну, то есть, как бы, не знаю, возвращать себе, что ли, то есть вы будете по-любому покупать у себя, это уже проверено, как я не знаю. То же самое с вашими родственниками, да, то есть когда вы откроете магазин хлеба, да, вы своим ближайшим родственникам, да, там, я не знаю, близким, друзьям, там, друзьям семьи, вы будете звонить и говорить, вот, я открыл магазин, да, приходи, покупай у меня свежий хлеб, здесь все проверено, все качественно, все там на высшем уровне и так далее, и друзья пойдут к вам, да. А далее, если вы им скидку еще сделаете, так они тем более к вам пойдут, да, чтобы купить хлебушек, они не будут ходить к дяде. Вот здесь вся та же система, то есть вы, когда регистрируетесь, да, в нашей компании, вы становитесь партнером компании, вы не являетесь его продавцом, вы не являетесь его дистрибьютором или, там, распространителем, вы именно партнер компании, вам в пользование дается интернет-магазин. И уж как вы его раскрутите, будет зависеть только от вас, будет вам приносить прибыль, не будет вам приносить прибыль этот магазин, все зависит только от вас. Далее, когда, значит, вот вы зарегистрировались, да, вот у вас есть личная скидка и так далее, здесь вы знаете, что нет подделки, здесь нет посредников, да, которые там могут подделать, да, ту же продукцию, вы уверены в том, что качество на высшем уровне, при этом цена-то приемлемая, да, плюс ваша скидка. Соответственно, наверное, вам выгоднее купить в вашем интернет-магазине, да, сделать товарооборот тебе, чтобы, а не каком-то там дяденьке, да, в каком-то магазине. То же самое ваши близкие друзья. Вы можете позвонить им и сказать, слушай, я вот тут открыл магазин, ну, вы, получается, открыли не магазин, а филиал, да. Слушай, я тут, ну, начала развивать свой бизнес, вот магазин там, прям вот у меня скидка, я тебе буду эту скидку, ну, вот, ну, давать, да, вот такой дисконт 18%, слушай, мойся у меня, да, то есть вот сегодня тоже Аня Баева проводила вебинар, как она создает личный товарооборот, да, и у нее есть ключевая фраза, я уже забыла, как она звучит, но что-то типа того, что что тебе жалко, мойся у меня, а не у других людей, да, что вот, купи себе там на 200 рублей, там или на 100 рублей, она говорила, и тебе полезно, и мне приятно, да, что вот тебе экономия, а мне помощь. То есть когда родственники ваши, ближайшие родственники, умоются у вас, а не у чужих дядей, вам идет это плюсом, да, то есть потом в будущем вы поймете почему, да, но я призываю вас самим тоже мыться только в Арифлэме, вот все, что есть в вашем магазине, покупайте только в вашем магазине. А вот Лена пишет, купи у меня на 100 рублей, тебе не жалко и мне приятно, да, вот. Избилась мысль, ну ладно. Значит, приучаем себя покупать только в Арифлэме, да, переходим на покупки только в Арифлэме, экономим, проходим по акциям, опять же, еще больше экономим, да, получаем зарплату, получаем выгоду, растем, развиваем свой интернет-магазин. Дальше. По поводу сопровождения, как я уже сказала, да, это обязательная часть нашей работы. Не бойтесь на себя брать ответственность. Если вы не будете брать на себя ответственность, тогда вы будете зависеть от своего спонсора, вы будете зависимы. Ну, зачем нам такое, да, мы на наемной работе, зависимые люди, поэтому не бойтесь брать на себя ответственность. Пишите своим новичкам почаще, в идеале каждый день, спрашивайте, как дела, нужна ли им помощь, справляются они с теми или иными вопросами, да, новичкам дублируйте первое время все ссылки на вебинары и планерки, да, то есть, как я уже говорила, куда идете, ведете своего партнера. Если увидели, что, ну, вот, допустим, вот новичок, я не знаю, я, наверное, первый каталог с ним ношусь, как курица с яйцом, да, то есть я дублирую ему все ссылки в личку, да, там, допустим, запись какая-то интересная вышла в вебинаре, я ему в личку дублирую, при этом повторяю, вот, смотри, ты, наверное, в чате не увидел, смотри в чат, просматривай, там, смотри, какие ссылки себе сохраняй, потом посмотришь. Поэтому, помимо этого, у нас, значит, в нашем личном кабинете, не знаю, может быть, вам как-то демонстрацию на следующей планерке включить, есть очень хорошие отчеты, да, то есть там прям новичков в вашей группе за этот период, да, там, новые уровни в структуре, там, новички спящие, новички неактивные, там, дни рождения, еще какие-то отчеты, это все для вашей, для вашего удобства сделано, да, то есть вот вышла какая-то клевая акция, взяли по своей структуре, скопировали все ящики, вставили, значит, в скрытую копию и сделали рассылку новостей, различные акции, распродажи, еще что-то, то есть вы должны быть на виду, вы должны быть лидером для своего, для своей команды, и вы должны быть, не так сказать, ну, не знаю, ведущим, что ли, то есть ведущим свою команду к росту, да, а если вы не будете брать на себя ответственность, если вы не будете проводить вебинары, тогда вы не будете уметь обучать свою команду, если вы не будете уметь проводить планерки, тогда вы не сможете планировать новые уровни, соответственно, у вас команда расти не будет, то есть здесь все взаимосвязано, опять же, этого бояться не нужно, не все мы от рождения спикеры от Бога, да, то есть этому можно научиться, с опытом придет и уверенность в себе, с опытом придет и слаженный, не знаю, говор, Вот у нас когда Таня Якимова начинала, не знаю, есть у нас планерки, нету, она очень сильно заикалась, она очень сильно волновалась, она пыхтела в микрофон, она очень, ну, дышала громко, да, ну, волновался человек. Вот первые, не знаю, 2-3 выступления вот такие вот не очень хорошие, а зато потом у нее все пошло как по маслу, она начала включать камеру, она начала уже более уверенно рассказывать, у нее поток слов уже начал более, ну, сглаживаться, да, она перестала так пыхтеть в микрофон, да, ну, дышать сильно, у нее все начало налаживаться, и сейчас человек ведет спокойно планерки. Вот Таня Якимова – это настоящий лидер для своей команды, я уже не лезу в их команду, ну, если девчонки пишут, да, то я, конечно же, помогаю, отвечаю и так далее, но я, по сути, уже не лезу туда. Для них Таня Якимова – лидер, да, то есть для них она пример, для них она ведущая свою команду, то есть, в принципе, ее все знают, она к всем добавляется, да, и уже люди более-менее равняются на нее, а не на меня, да, потому что я уже отхожу на второй план, да, потому что Таня сама справляется и с вебинарами, и с планерками, и с звонами, со всем остальным, да, то есть она и обучает, и сопровождает, и все остальное делает, то есть вот это действительно настоящий лидер. Также вот Аня Абакумова подрастает, я вот не могу нарадоваться на нее, да, она и чаты сопровождает, она и планерки начала проводить, она и вебинары начала проводить, она и рекрутирует, она и сопровождает, и всех новичков ведет, и всех новичков знает, и всех новичков передает, даже мне, да, то есть у меня до сих пор ее новички добавляются с пометкой от Ани Абакумовой. То есть вот это тоже человек растет, это будущий лидер, это сразу видно, потому что человек берет на себя инициативу, берет на себя ответственность. Далее, не забываем заполнять таблицу роста. Значит, сегодня вообще никто… А, нет, вру, сейчас я скажу, кто заполнил. Значит, заполнила Аня Абакумова, Лена Вышинская. Ой, подождите, вру, не Абакумова, Баева. Лена Вышинская заполнила, потом Танюшка заполнила. Света Маслова, как обычно, не заполнила. Света, я скоро у тебя ругаться буду. Ну, очень мало людей, кто заполнила. Панкова Оля заполнила, умничка. Ну, мало, конечно, людей заполнила, мне это не радует. Да, ребят, ну, пожалуйста. А, да, Катюшка заполнила, умничка. Ребят, пожалуйста, возьмите за правило, а в конце дня в среду или в начале дня в четверг, да, то есть каждую вот неделю, ну, заполняйте Вы эту таблицу для меня, чтобы я видела, растете Вы, не растете, нужна Вам помощь, не нужна помощь, да, потому что я так тоже не могу ориентироваться, я даже не знаю, какие у Вас там дела творятся, по структуре я имею в виду, да, поэтому, пожалуйста, заполняйте. И вот ежедневное планирование, конечно же, заполняют единицы. То есть я знаю, что эту табличку ежедневной отчетности заполняет Катя Шелик, я видела, видела, новичок заполняет, забыла фамилию, господи, Гузель Лены Вашинской, девочка, я сегодня с ней познакомилась, я ее увидела только через эту табличку. Смотрю, девочка какая-то пишет отчеты, думаю, что такая, добавилась к ней, мы с ней познакомились, все нормально, девочка активная, молодец такая, то есть тоже вот, вообще вот эти вот, по-моему, ежедневная отчетность заполняет человек, не знаю, человек пять, наверное, вообще единицы. Поэтому, ребята, это, ну, очень плохо, я бы сказала. Вот эта ежедневная отчетность, она, в принципе, нужна-то не для меня, она, в принципе, нужна больше для Вас. Почему? Потому что, когда у Вас есть там активные регистрации, у Вас прет, да, Вы там через два дня уже не помните, что Вы делали, да, заглянули в эту таблицу и увидели, ага, вот что я делала, чтобы получить эти регистрации. Или, допустим, мне пишет новичок, я не знаю, у меня ничего не получается, у меня ничего не выходит, да, я открываю ежедневную отчетность, а у меня там ничего не заполнило. Соответственно, я очень много времени трачу, чтобы выяснить, а что ты делаешь, да, а что ты, вот, а где ты работаешь, а как ты работаешь, а то, а все, то есть, да, а тут бы я просто заглянула в эту табличку, я бы поняла, где у него ошибки и с чем он не справляется. Так, дальше. Поэтому, ребят, возьмите за правило, пожалуйста, заполняйте обе таблички. Значит, вот таблицу роста, да, где просто там восьмой каталог, девятый каталог, да, заполняйте раз в неделю, да, то есть, среду, значит, конец, вечер среды или утро четверга, вот, заполняйте. А ежедневную отчетность заполняйте каждый день. Дальше. По поводу Анталии, ребят, опять же, кто квалифицируется, не забывайте для себя, да, для своего удобства. Таблички помечать, сделали кушки, не сделали, сколько суммарно уже сделано, чтобы потом не бегать, не считать, чего, где, сколько я кушек там делал, да, чтобы поэтапно, да, подойти к плановому количеству кушек. Дальше. Добрались с вами до акций. Значит, когда вы размещаете заказы, когда вы приобретаете для себя с 18% скидкой, приобретают ваши друзья, знакомые, близкие люди, также с 18% скидкой, вам за эти заказы засчитываются баллы. Бонус баллы. Собираете эти баллы и потом обмениваете на подарки от Reflame. Катюш, ты, по-моему, у меня там есть. Или нету? Я скину потом тебе в чате. Катя, напомню, пожалуйста, кто твой спонсор. Я склерозница, и вас очень много, я так не могу запомнить. Так, значит, что такое баллы лояльности? Значит, если вы, к примеру, вот в 8-м каталоге сделали заказ, там, я не знаю, на 200 баллов, ну, я грубо говорю, да, там, ну, пусть даже на 100 баллов сделали, значит, заказ свой, да, вам в следующем заказе вы сможете взять уже либо за 100, да, в зависимости от того, на какой заказ вы сделали в 8-м, либо на 200 приобрести какой-то продукт, там, за 1 рубль. Ну, я считаю, что это бесплатно. Да, то есть я не советую 100 баллов обменивать, потому что там очень, ну, низко стоящие продукты, да, ну, что там, там, шампунь, да, 100 рублей, или там мыло, да, с 50 рублей. Все-таки лучше подождать, поднакопить, да, допустим, 200 баллов, и уже приобрести абсолютно бесплатно тональный крем, или там дорогую помаду Джорданин Голл, да, или крем какой-то, или туалетную воду, или еще что-то, краску для волос, да, неважно. Или, допустим, еще побольше поднакопить, да, и за 300 баллов приобрести себе какой-нибудь тональный крем, туалетную воду, или еще что-то, да, там, дорогую. Вот, к примеру, у меня в Сочи был, значит, когда делаешь 150 баллов, ты входишь в Семьер Клуб, и у тебя в следующем каталоге возможность приобрести с 50% скидкой любой продукт из каталога. И у меня, значит, получилось так, что я по программе лояльности абсолютно бесплатно приобрала себе тональный крем, который стоит по каталогу, сколько он там, 500 с чем-то рублей, 560, что ли, от Джорданин Голл, то есть это дорогая серия. То есть мне этот тональный крем достался бесплатно. И корректор для глаз, тоже тональный, да, я приобрела с 50% скидкой, ой, нет, не с 50%, с 80% скидкой, там как раз какая-то акция была, да, что Премьер Клуб, что вот приобрети не с 50%, а с 80% скидкой. И я приобрела вот этот корректор, то есть по каталогу он стоит 360 рублей, да, тоже Джорданин Голл из этой же серии, как тональник, да. Я приобрела всего за 81 рубль. То есть представляете, да, получается, вот эти два продукта, у них стоимость там порядка, не знаю, 800-900 рублей, а я приобрела за 81 рубль. Поэтому, ребят, делайте заказы, это очень выгодно, копите баллы, и далее эти баллы можете обменивать. Потом, когда вы наладите свой личный товарооборот, когда он у вас уже будет идти просто вот независимо от вас, да, вот вы там сильно не усердствуете, да, вот допустим, как у меня сейчас, я вообще ничего не делаю, да, я только даю каталоги своим людям, которые делают заказы, да, у меня постоянно. То есть первые 2-3 месяца я попыхтела, чтобы найти этих людей, да, а сейчас я просто, они у меня сами просят каталог, потому что я делаю полную 18%-ную скидку, они делают у меня заказы, и у меня сами набегают и 150, и 200, и 300 баллов. И я уже не знаю, куда девать эти 100, фу, куда девать эти баллы лояльности. У меня на данный момент 1400 с чем-то там баллов лояльности. Я просто не успеваю их тратить, да, ну, то есть вот эти баллы обнулять. То есть я каждый раз вот я ломаю голову, ну, что взять-то еще, чтобы внулить эти баллы. Да что ж, куда же их деть, да. То есть я беру там, допустим, если кто-то у меня, допустим, есть женщина, которая постоянно вот, она у меня только, она у меня и моется, и красится, и все остальное делает. То есть сумки, все, вот только у меня, да, то есть вот ей нравится и продукция, и то, что она экономит. И я делаю какие-то дорогие подарочки вот как раз из программы лояльности. То есть если мне уже не надо, да, то есть, ну, у меня баллов этих уже вот хоть одним местом жуй, да, простите за выражение, то я делаю ей эти подарочки. И ей приятно, вернее, и мне выгодно, и ей приятно, да. Дальше, кто делал в седьмом и восьмом каталогах, значит, заказы на 750 рублей, ребят, не забывайте, чтобы вы прошли по акции, и вы сможете вот в девятом каталоге при оформлении заказа приобрести вот эти вот товарчики, да, которые на слайде показаны, вот по этим красным ценам, то есть, да, здесь скидка порядка 75%, то есть если обычная, вот, допустим, возьмем рюкзачок, да, если его обычная цена составляет 1850 рублей, то здесь он всего за 469. Вот Катюшку ждет соковыжималка, она уже заказала. Молодец, Кать, я тоже хочу соковыжималку. Когда получишь соковыжималку, сразу же опробуй и напиши нам отчет, вот, напиши нам самый подробный отзыв. Оль, какой набор? Здесь наборов дофигища. Какие наборы? За 519? 519, сейчас, сейчас, 519. А, вот, это, значит, туалетная вода, тушь и тени, да? Ну, слушай, я думаю, заказывали. Потому что здесь туалетная вода, в каталоге эта вода стоит порядка 900 тысяч рублей, ну, 900 рублей-1000 рублей, тушь стоит тоже порядка 300 рублей, плюс тени стоят порядка 250 рублей. Так, Оль, приходит сразу все, и туалетная вода, и тушь, и тени. Блин, в смысле, зоан, тушь, по-моему. Да. Ну, да, Оль, то, что нарисовано, то и приходит. Я, если ты про цвет, то... Лен, не знаю, если честно, врать не буду. Вот смотри, мне кажется, здесь синий или ловый. Вот, ну, не знаю, хоть убей. Видишь, там, как размазанная такая? Вот смотри, тот, где... Блин, как его объяснить-то? Вот где код 54, 54, 55, вот там, мне кажется, тушь такая более синечерная какая-то. Или, может, просто так отсвечивает на слайде. А вот где код 54, 54, 56, мне кажется, там тушь более фиолетовая какая-то. Да, вот, Филе пишет фиолетовый и синий. Значит, клатч, клатч, клатч. Лен, ты можешь, значит, взять вот этот код, забить этот клатч, кстати, от туалетной воды. У меня есть эта туалетная вода, я забыла, как она называется. Ах, как же она называется-то? Ой, не помню. Туалетная вода, мисс Мур, что ли, что-то типа такого. Света, кстати, маслова эту туалетную воду покупала. Спроси у нее, Лен. Ой, Оль. Так, давайте дальше. То время уже поджимаем, то же время 15 минут. Дальше. Не забываем про акцию Вов-Лета. Компания Reflame подготовилась для себя нечто особенное. С каталога номер 8, это с прошлого каталога, действует программа Вов-Лета, и она никого не оставит равнодушным. Смотрите, почему. Если вы делаете заказы с 8 по 12 каталог, то у вас есть возможность увеличить свою скидку с 18% до 23%, а то и до 28%. Смотрите, как это сделать. Значит, если вы сделаете заказ на 100 баллов, то ваша скидка будет не 18, а 23%. А если вы сделаете заказ на 150 баллов, то скидка будет не 18, а 28%. Таким образом, с учет объемной скидки и других привилегий, вы сможете заработать до 45% от суммы заказа. То есть это очень выгодно. Также Вов-Лета предложит тебе в этот период, ну, то есть с каталога 8 по 12, суммарно более 800 продуктов по цене до 200 рублей. Не упусти, отлично, возможно, зарабатывать еще больше, предлагаю продукцию Reflame друзьям. Дальше, сейчас вот на этой неделе, да, то есть каждую неделю там разные продукты по колоссально низким ценам. Вот если мне не изменит память, я, к сожалению, слайд забыла сделать. По-моему, пудра. Девочки, вот Аня сегодня проводила вебинар Баева. Девочки, напишите, какие там продукты, по какой цене. Я помню, там салфетки для очищения лица за 79 рублей, туалетная вода мужская за сколько-то рублей и зеркальце, да. Вот я не помню, не, пудра, по-моему, не зеркальце, да. Вот, вода за 399, хотя ее цена по каталогу порядка 1000 рублей. Вот, салфетки за 79, зеркальце за 49. Во-во-во. Вот, девочки, такие продукты вы можете заказывать до 5 штук. Ну, то есть вы за один каталог можете заказать до 5 штук этих продуктов. Ну, по такой цене больше. Так, и теперь у нас, как обычно, как уже сложилось у нас, значит, знакомство с нашими партнерами. У нас сегодня на планерке 3 новичка. Это Акиншина Лена, Алина и Юлия Степанова. Степанова, по-моему. Сейчас, вот это пропало. Умельникова Маша еще вот вижу. Да, Юлия Степанова. Девочки, кто из вас желает с нами познакомиться, представиться нам, коротенько рассказать о себе, как пришли, кто пригласил, где увидели о нас информацию. Ну, то есть откуда вы пришли, с какой платформы. Сделали ли уже заказ, если делали, то на сколько баллов. И какие у вас вообще планы, и чему научились за тот срок, который вы уже с нами есть. Значит, вот у нас Елена. Сейчас, Лен. Первый проходит, первый есть. Лен, везде нажми «Да» и потом «Разрешить». Нажала. Ага, Лен, мы тебя слышим, я отключаюсь, а ты рассказывай прям по планчику. Так, чего все рассказать. Мне 24, я замужем, двое детей. Нашла объявление на Авито. Мой спонсор Абакумова Анна. Первый заказ я уже сделала. Что-то у меня там на 28 баллов или что-то такое. Вот. По профессии я парикмахер. Но парикмахером не работаю, не очень хочется. Вот. Потому что там, ну, в общем, много заморочек. Решила вот заняться рефлеймом. Думаю, что получится. Что еще рассказать? Ой, так, когда я зарегистрировалась, сейчас скажу вам. 12 июня я зарегистрировалась. Планы, естественно, какие огромные, можно просто. Да, ну, у меня целька, конечно, да, тоже. Хочу дом, деньги на пиратскую, дом, машину, ну и все в этом духе. Деток побаловать еще. Да. Да, скажи привет. Привет. Молодец. Ну, что еще рассказать? Папа. Ну, рекрутировать у меня уже получается. Да, вебинары я смотрю. Как удается, где-то в записи смотрю. Не всегда все понятно, но, в принципе, потом можно разобраться потихонечку. Где-то что-то пересматриваю, чтобы снова это, если что-то забывается. Сколько у меня новичков, сейчас скажу. Вот сколько я. 11 человек за это время зарегистрировала. С заказами пока нет. Ну, все, о чем мне дальше делать? Ну, вот, кто бы хотел, как бы, заниматься, вот, девочкам я даю информацию. Они, если решают заниматься, то я, как бы, начинаю сопровождаться. Вот Настя была, но она потом ушла. Не знаю, в чем причина. Я потом, как дожималки называется, посылала, ничего не ответила нам. То есть, пока у меня таких активных, как бы, ключиков нет. Ключи у партнеров. Что не получается? Ну, пока не знаю. Вот, с Авито у меня вечно проблемы блокируют. Сим-карт, как бы, я вот сегодня хотела разобраться с этим, с онлайн номерами-то. Так и не, это не смогла. Вечером еще посмотрю. Ну, в принципе, как бы все, наверное. Вконтакте. Вот в Твиттере страничку развиваю. Ну, в Инстаграм вчера зашла тоже потихонечку подписчиков через это, в ТОПе. Ну, пока особо нет на это времени. Может, попозже. Вот там доски объявлений. Вконтакте у меня, говорит, более-менее тоже стало идти. Поначалу что-то не очень, а сейчас нормально. Есть народ, кто интересуется. Несколько уже зарегистрили его вконтакте. Вот, других досок, вот, только на Авито в основном приходят. Других досок не очень. Там один, два, три. Где-то вот так. Сделай так еще, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Желаю тебе большого роста. Желаю тебе больших регистраций, большого количества активных партнеров, огромного роста, ошеломительно быстрого роста. Желаю тебе обогнать своего спонсора. Желаю тебе обогнать меня, чтобы у тебя все цели сбылись, все твои мечты осуществились, чтобы все твои планы задуманные стали явью. Итак, ребят, кто у нас еще хочет представиться нашей команде? Кто хочет с нами познакомиться, рассказать немножко о себе, вот как Лена только что рассказала? Стесняться никого не нужно, бояться тоже никого не нужно. Ребят, есть желающие выступить? Я бы вот послушала, так, послушала бы Жаркову, Олю, Ирину Иванову, Ирину Яценко бы послушала, Локтионова, Катерина, по-моему, на прошлой планерке, да, у нас выступала. Вот послушала бы Марину Лукманову, послушала бы Петрову Ольгу, Юлю Степанову послушала, Викторию Маза... Блин, фамилию не видно. И Мельникову Машу, Екатерину Шипову, да, я бы тоже безумно бы хотела послушать. Девчонки, давай смелее. Ну что вы, я же выступаю, я же вас не стесняюсь, почему вы меня стесняетесь, боитесь? Каратенечко о себе рассказали, вот как Лена. Новичков полно, а выступать не хотят. Ребята, активнее, смелее, как вы будете со своими новичками общаться, если вы даже в своей команде представиться не можете. Давайте, вот я сейчас перечислила, да, девочек, я вот даже их не знаю, вот, Ирина Иванова. Катюшки нет возможности. А еще, ребят, почему молчите, почему, это, не это, не знакомитесь с нами. У нас еще есть 7 минут, успеете вполне. Вот Ирина Иванова, девчата, а Ирина Иванова, это чей новичок? Марина Лукманова. Петрова Олечка. Ну, где вы, девчата, Юлия Степанова, Виктория, ну, где вы? Может, меня не слышно? Девчата, меня слышно? Слышно. Тогда где? Люди, новички. И старички притихли. Все сидят, по кустам прячутся. Никто выступать не хочет. Никто знакомиться не хочет. Что такое? Ух ты, Катюшка, молодец. 3-4 балла личный заказ. Вот здорово. Катя, добивайся до 150, будет у тебя премьер-клуб, подарки и все остальное. Ой, вот то, что вот не рекрутируешь, это, конечно же, плохо. О, Олечка Жиркова готова. Оль, я тебя подключаю. Сейчас. Везде нажимай, значит, да и разрешить. Раз-раз. Меня слышно? Да, Оль. Да-да-да, Оль, тебя очень хорошо слышно. Я отключаюсь и ты рассказываешь. Ага, всем привет. Меня зовут Оля Жаркова. Всех рады видеть. Я пришла в компанию 12 мая, пригласила меня моя сокурсница, мы с ней учились вместе, это Катя Допенштейн. Вот. Очень рада, что я все-таки пришла. Я вообще ранее была потребителем, у меня мама 8 лет назад работала здесь, но я ей помогала. Ну, я была студенткой, как бы, ну, так, среди своих там, распространяла, и так было неинтересно. Сейчас вот я мама, у меня было замечательных деток, вот они спят уже. И пока я вот еще в декретном отпуске нашла для себя хорошую работу. Я считаю, что вот благодаря ей я реализую все свои желания. Дальше. ЛТО. Я уже консультант 3%, я первый каталог была на нуле, второй 3%, вот, и это за счет ЛТО и, как бы, моей кошки первой, потому что я квалифицируюсь на Анталию. Как я его делаю? Ну, просто вот как, как и, в принципе, как и все говорят и рекомендуют, раздаю всем своим знакомым, настраиваю на то, чтобы там не все покупать, ну, хотя бы там, как мыло там, чем мы там моемся, зубы чистим, чтобы покупали у меня, потому что действительно выгодно. И вот эта вот акция Вау ЛЕТО, я вот всем новичкам рекомендую отслеживать ее, потому что реально просто очень дешево. Я успела урвать в прошлом каталоге целый литр ополаскивателя для рта всего за 150 рублей. Это вообще нереально круто. Так, план, процентный каталог. Ну, планирую выйти дальше, ну, минимум 6%. Вот, честно скажу, что я как-то, наверное, ну, не то, что я не амбициозна, но я, у меня, наверное, не получится такого стремительного роста. Ну, не могу так пока совмещать с ребятишками тут. Вот, и дочка теперь уже дома, ну, как-то не получается, но я стараюсь. Вот, ну, потихоньку шажками верными будем идти вперед. Бонус баллов группы. Пока у меня ноль. Я вот сегодня буквально работала с теплым рынком, поэтому думаю, что к концу этой недели будет хорошо. То есть, может быть, порядка 200 баллов у меня будет. Вот, регистрации пока нет. Сегодня, наконец-то, я освоила, разобралась с досками объявлений. Я, ну, я принципиально не работаю на Авито. Я как-то вот, оно мне не по душе. Вот, я посмотрела, я посмотрела вебинар Марины Климовой и рекомендую новичкам его. Работаю на работу в городе и просто работаю на сайт работы.ru. Вот, раз, там размещаю объявления. Пока вот набираю отклики. Чему я научилась? Ой, я много чему научилась. Я научилась самое главное. Настраивать себя на работу, мотивировать себя на успех. Научилась тому, что надо обучаться, потому что после института пропасть такая, декрета небольшая, она расслабляет, конечно. Поэтому я прям как студент нарвалась до бесплатного, да, обучения, тем более бесплатно. Вот, много чему научилась рекрутировать. Единственное, что нужно систематизировать в голове. И для новичков, если вы первый, первую, там, тут неделю или даже месяц, ничего страшного, что у вас каша. У меня вот целый месяц была каша, я попала еще тем более в ГУР. Каждый день было просто интенсивное обучение, у меня вообще просто мозг вскипал. Ну, вот сейчас все выстраивается по полочкам. Что не получается? Не получается, ну, наверное, пока рекрутинг не получается, так как он должен быть. Вот, ну, я над этим работаю. Я работаю, пытаюсь, доски пробиваю. В общем, надо эту броню пробить. Вот, что интересно, что интересно в команде? Ну, интересный мой спонсор Катя, потому что не ожидала от нее вот такого поворота, такого предложения. Вот, интересная Аня Абакумова, потому что очень активно в чате есть на кого сравняться. Ну, и лидеры, конечно, каждый день, они у меня в друзьях, в соцсетях, и вот они постоянно информируют о том, какие у них успехи, какие у них встречи. Вообще, какая информация самая актуальная в компании. Вот, все это интересно. Это все. Всем спасибо. Пожалуйста, новички, на следующей планерке не стесняйтесь, подключайтесь, рассказывайте о себе, да? Возможно, у вас что-то за неделю изменится. И посмотрите, пожалуйста, я скинула в чат вебинара, значит, да, скинула запись вебинара от сегодняшнего числа, который проходил в 14.00, проводила наша Анечка Баева. Методы и фишки ЛТО. Как делать, там все подробно рассказано, прям даже заскринино, как это все делается, тремя методами. То есть Аня описала три метода, поэтому посмотрите обязательно, возьмите обязательно в прием, по крайней мере, Аня, где ты там в ВКонтакте, второй у тебя метод, да? По-моему, второй метод, да, вот где она через ВКонтакте делает МТО, описывает очень подробно, очень все супер. Вот второй метод, если вам неприемлемый первый, да, там, или третий не получается, вот второй метод, он получится по-любому у всех. Главное делать, главное стараться, а не просто сидеть и седовать, что нет ЛТО. Кстати, Аня, Олечка, там уже все кинули, зайдешь, увидишь. Анечка Баева, кстати, вот у нее тоже вот некоторое время не получался ЛТО. То есть ее ЛТО был 15-20 баллов, да, то есть это очень мало. Аня, какое у тебя ЛТО сейчас, когда ты вот пользуешься вот теми методами, которые ты рассказывала на вебинаре? Так, 100 есть баллов и выше? Ну, может быть, там где-то среднее, там какое-то количество баллов. Напиши, пожалуйста. Красивенько. Ага, молодец, умничка. Третий метод. А, все, поняла, в этом каталоге у тебя только третий метод, да, начался? Все, поняла. Да, 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 все, поняла, ага. Так что, ребят, берите на заметку, используйте. Никогда не сидите и не выжидайте, когда у вас там все с неба упадет, да, ничего само не упадет. Вот я Ане написала, мы с ней созвонились, и только после этого она начала задумываться, что ЛТО действительно делать надо. Поэтому, ребята, делаем, стараемся, выполняем все правила, рекрутируем, сопровождаем, приглашаем, делаем ЛТО и растем, зарабатываем наши уровни, зарабатываем наши большие доходы и так далее. Ну, все, всем спасибо, что пришли. И всех жду в следующий четверг в 19.30 по этой же ссылке. Сохраните ссылочку себе куда-нибудь, да, может быть, сделайте закладочку. Так, 5 дней до первого шага, это у тебя осталось 5 дней до завершения первого шага. То есть первый шаг – это сделать заказ на 100 баллов в течение 21 дня. Тогда ты квалифицируешься как кур-рекрутер. Значит, об этом можешь более подробно посмотреть на сайте. Там есть, вот Анечка сегодня рассказывала как раз на вебинаре, какие подарки вот кур-рекрутом идут, ну, за то, что они квалифицируются. По-моему, там будет, войдешь в премьер-клуб Ген, и у тебя в следующей каталоге будет возможность взять какой-то продукт с 50-процентной скидкой. Ну, все, всем спасибо, всем пока, всем желаю хорошего роста в этом каталоге, желаю приумножить свои результаты, да, и всех жду в следующий четверг в 19.30 по этой же ссылке. Всем пока и всем удачи!